Сегодня мы поговорим о работе предстоящей катастрофы как с ней бороться Владимира Ленина «Голова. Можно ли идти вперед, боясь идти к социализму?» В этой, так сказать, главе Владимир говорит о тех мерах, которых он написал выше и выражает тем, что все, кто считает, что эти меры ведут к социализму и что это на путь к социализму, он говорит, что нужно идти вперед, не останавливаясь ни на шаг, не боясь идти к социализму. Только услуживали буржуазии горе-марксисты, которые перешли из СССР, которые рассуждают как так, не понимая, если рассмотреть теоретические основы их мнения, что такое империализм, что такое капиталистическая монополия, что такое государство, что такое революционная демократия. А в империализме говорят все, но империализм есть нечто иное, как монополистический капитализм, что в России тоже капиталистический. Об этом уже давно сказано, например, про дуголь, про дамент, сахарный снеград и прочее. Что такое государство? Это ориендация господствующего класса, например, в Германии юнкеры-капиталисты. Что такое революционная демократия? То есть революционно разрушающие всякие привилегии, не боящие революционно существуют самым полным демократизм. Государство направляет все предприятия... Государство уп洼яет предприятиями в чьих интересах? Либо в интересах помещика капиталистов, тогда мы получаем не революционную демократию, а революционно-бюрократическое государство и пибиартическую республику. Либо в интересах революционной демократии... Тут, кстати, можно делать наступление на нашей современной России. У нас есть предприятие, Газпром – это все, в чех интересах управляются эти предприятия государства, в интересах капиталистов. Естественно, отсюда большие прибыли замок ингрессов и никакой прибыли и дохода трудящимся. Социализм есть нечто иное, как ближайший шаг вперед от государственной капиталистической монополии. Иначе социализм есть нечто иное, как государственная капиталистическая монополия, обращена не на пользу всего народа, а поскольку прицелить быть капиталистической монополией. Также Вадим Ильич Ленин говорит, что нельзя идти посередине, либо пути посередине нет. Либо надо идти четко, уверенно вперед, либо назад, возвращаясь обратно. Следующий, так сказать, подголовье – борьба с разрухой и войной. Мы, говоря о мерах, которые предлагают борьбы с катастрофой, надо помнить, что немаловажна внутренняя политика, связанная с внешней политикой. Потому что действия внутри политики по национализации банков, образование союзов в напольнях ведет также к укреплению обороны. Но мы должны помнить, что война остается несправедливой, эрекционной, захватывающейся страны России, пока она не предложила справедливого мира и не провела с оперализмом. Социальный характер войны, ее истинное значение предоставляется не тем, где стоят неприятельские войска. Этот характер предоставляется тем, какую политику война продолжает, какой класс в каких целях войну ведет. Нельзя ввести в массы на грабительскую войну в силу тайных договоров и надеяться на энтузиазм. Передовой класс революционной России, проэтрат, все яснее сознательно сознает преступность войны. И буржуазия не только не могла разбудить в этом массы, а напротив, сознание преступности войны растет. Проэтрат обеих столиц в России интернационально, окончательно. Дело, что говорить о массовой энтузиазме в войну. Одно непрезвенно связано с другим. Внутренняя политика снежь. Нельзя сделать страну обороноспособной без величайшего герезда народа. Отчтусь смело решительно великие экономические преобразования. Действие Владимира Ильича Ленин говорит, что народ устал от войны, во-первых. Как вы все понимаете, 17-й год, сентябрь. Страна уже измотана, ресурсов и мочи уже терпеть военного положения нет. И поэтому все чаще народные массы задаются вопросом, а ради чего мы воюем, чьи интересы эта война отстаивает. Следующее подзаголовье. Революционная демократия и революционный претриат. Чтобы быть действительно революционной, демократия и современная Россия должна идти в тесном союзе с претриатом, поддерживая его борьбу как единственного до конца революционного класса. Война создала такой необъятный кризис, так напрягла материальные и моральные силы народа, несла такие удары всей современной общественной организации, что человечество оказалось перед выбором. Или погибнуть и вручить свою судьбу самому революционному классу для быстрейшего, декаринного, радикальнейшего перехода к более высокому способу производства. В силу ряда исторических причин большой осталось России, особой трудностью войны для нее, наибольшей гнилости царизма, чрезвычайной жилости традиций 1905 года в России раньше других стран вспыхнула революция. Революция сделала то, что в несколько месяцев Россия по своему политическому строе догнала передовые страны. Но этому мало. Война не умерла. Она отставит вопрос о беспощадности резкостью любого погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их, а также экономически. Тут мы должны вспомнить пример французской революции, Вадим Ищенин выше приводил, о том, что французская революция своим революционным строем полностью привела к смене с его положением. И что одним смятением царизма этого недостаточно. Нужно полностью переделать весь экономический уклад страны и обновить жизнь народа. Нам необходимо перегнать, также экономически. Это возможно, ибо перед нами лежит готовый опыт большого числа передовых стран, готовый результат их техники и культуры. Погибнуть и на всех порах устремиться вперед. Так поставлен вопрос в истории. И отношение притрата к крестьянству в такой момент подтверждает соответствующие видеоизменения в старую большевистскую постановку. Вырвать крестьянство из подволяния буржуазии. Только в этом залог к спасению революции. Крестьянство есть наиболее многочисленнее, представляя все многобуржуазные массы. Наши эсеры и меньшевики взяли на себя рекционную роль. Удержать христианство под влиянием буржуазии. Вести крестьянство в коалиции, а не спортериатом. Опыт революции учит массу быстро. Рекционная политика эсеров и меньшевиков терпит крах. Они побиты в советах общей столицы. Эсеры и меньшевики тянут мелкую буржуазию к союзу с буржуазией. В этом суть всех их коалиций, всего коалиционного министерства, всей политики крестьянского эпичного полукадетства. Кадеты заворадствуют. Руются, да, потерпела крах. Руются, не справилась ни с войной, ни с разрухой. Неправда. Как потерпели кадеты и эсеры, и меньшиняками. Ибо этот блок-союз, полгода правил России, за полгода успел в силу разруху, запутываясь в рутнево-военное положение. Чем полнее крах-союз оборожили с эсерами и меньшиняками, тем быстрее научится народ. Тем легче они найдут вверх верный вывод из союза большинства крестьянства, то есть большинства крестьян с пролетариатом. Есть очень важный вопрос, что мы понимаем, что уже прошло более полгода с февральской революции. За это время то правительство, которое пришло в Россию, несколько раз сменилось. Министры постоянно бегали то туда, то обратно. И так в конечном итоге не смогли навести. В конечном итоге мы все с вами помним, что попытка превосходить июньские события, по-моему, в России. Июльские события в России, которые предвидели тогда уже попытка изменить ситуацию, не приведения к чему. Уже сентябрьские работали, которые уже, к сожалению, когда она вышла, уже по-моему, с опозданием. Ситуация действия данного правительства, попытка меньшиняков, эсеров объединиться, только ухудшала ситуацию и ничего не меняла. Ну, в принципе, вкратце так. Если понимать современную позицию, вот именно сейчас, как мы это можем соответствовать, здесь все меры, которые продолжал Леонид в работе, они, в принципе, и сейчас актуальны для нас многие, и мы можем использовать. Помимо всего прочего, сейчас для нас мы должны понимать, кто для нас является данное крестьянство. Мелко-буржуазные массы, которые мы можем привлечь на свою сторону. Вот мы должны об этом задуматься. Потому что сами должны понимать, что крестьянство сейчас уже, по сути, не осталось. Они пройтись в наемных работников. И мы должны понимать, мастерство, кого мы должны вырвать из союза, скрупный буржуазный капитал, и перенести на свою сторону. Потому что меняется время, за сто лет многое изменилось. И сама структура, сам ПТА тоже поменялся. Сейчас мы должны не просто изучить и понять эту. Потому что сам предложение, которое предложил Ленин, они и сейчас, национализация банков, синдикатов, сейчас необходима. Потому что без национализации банков, это экономика, на ком держится все. Невозможно привести какие-то перемены. Без контроля со стороны, которая была, допустим, в Советском Союзе, с трудящейся на предприятии, тоже невозможно как-то добиться перемен. Без отмены тайны, коммерческой тайны, которая позволяет часто проводить всякие мошенничества, всякие, ну, так сказать, мошеннические сделки, тоже необходимо вводить сейчас. Все эти предложения никуда не делись. И мы тут должны понимать, что все эти предложения ведут нас так или иначе к дальнейшему развитию. То есть, как и говорит Вадим Ильич в своей работе, то, что каждый шаг, так или иначе, мы не можем обратиться, так исторически уже сложилось, ведется все-таки к социализму. И мы должны строго идти вперед, не отступая ни на шаг. Потому что если мы отступаем на шаг, то мы получаем примеры, это развал Советского Союза, в конечном итоге, и обратное скатывание в капитализм. В принципе, вкратце так.